Если ты видишь меня на темно-синем фоне, а вот тут сверху желтую рамочку с какой-нибудь графикой, значит, ты дождался пятницы, а вместе с ней и нашей программы. Привет, это кино на выходных, и сегодня о свежаках мирового синематографа тебе расскажу я, Нина Бережная. Обращаюсь к любителям острых ощущений. Скажите, наверняка многие из вас в детстве или юности вызывали пиковую даму, верили в колдунов и домовых? Если так, тогда первое кино из нашего сегодняшнего списка Special for You. В автомобильной аварии главный герой теряет родителей. Остаться в одиночестве ему не дает любящая бабушка. Забирает мальчугана к себе домой, дабы облегчить его существование после такой страшной трагедии. Однако бабуля и не предполагает, что все трудности у мальчишки еще впереди. На новом месте он встречает женщину, соблазняющую юнца бесплатными сладостями. Ею оказывается самая настоящая ведьма. А еще они превращают детишек в беспомощных животных, чтобы только не чувствовать их противного запаха. А почему мы хомяки? Мы и жители! Какая разница? Заподозрив опасность, бабушка тут же сворачивает удочки и увозит внука в загородный отель, подальше от страшных колдуньей. И как вы думаете, что дальше? Ну, конечно, именно в этом отеле ведьмы устраивают свой самый масштабный шабаш за последние сто лет. «Ведьмы» — новая экранизация романа Роальда Даля. Если вы знакомы с первоисточником, то, скорее всего, видели одноименную картину 1989 года с Анжеликой Хьюстон и Роаном Аткинсоном в главных ролях. Этот фильм до сих пор может стать причиной пары-тройки ваших бессонных ночей. Чего стоили обрубки ног в кадре или снятие париков вместе с кожей. Да и превращение ребенка в мышь выглядело куда более жутко. Подарить новую жизнь классическому детскому сюжету взялся сам Роберт Земекис. А помогали ему не менее именитые авторы — Гильермо Дель Торо и Альфонсо Куарон. Режиссеры ушли в сторону от настоящего хоррора не для слабонервных и сделали картину семейной. Всегда знала, что сладости до добра не доводит. Надеюсь, кассир, что в супермаркете не окажется ведьмой. И не заявится ко мне через пару дней. Хотя, признаться честно, я во всю эту ерунду вообще не верю. Эй, ребята, что у нас со светом? Следующее кино тоже про женщин. Точнее, женщину. Речь пойдет о переводчице, работающей на полицию. Она рейдит мигрантов, прослушивает чужие телефоны и проводит допросы. Душа к такому делу не лежит, но кушать, как говорится, хочется всегда. В общем, смотрите сами. Тяжело больная мать главной героини теряет рассудок. Постепенно расходы на ее содержание увеличиваются. Белой зарплаты становится мало. Подарком судьбы оказывается, что главная героиня узнает о партии наркотиков, которые можно прибрать к рукам. Запретный плод сладок, и переводчица решается на дело. Некогда добросовестная сотрудница вводит в заблуждение полицию, давая им неправильную расшифровку прослушки, в которой вся инфа о наркотиках ею умалчивается. Женщина успешно меняет свой облик, представляясь крестной матерью со своей наркоимперией. Она придумывает малозаметную схему распространения товара и держит в ежовых рукавицах всех мелких наркоторговцев района. Но долго ли это будет продолжаться? Злачные улицы бедных кварталов Парижа слишком тесны, а полиция все ближе. Чем дальше заходит вчерашняя переводчица, тем сложнее сегодняшней наркоделерша удается оставаться незамеченной. Какая-то баба сбывает в Париже тонны гашиша, а мы не можем ее поймать? Это кино, как и любой другой фильм с Изабелью Пер в главной роли, оказывается всецело сконцентрирован вокруг способностей актрисы органично существовать в конкретном амплуа. В «Крестной маме» она примеряет на себя роль сложноустроенной женщины средних лет, полной своих внутренних неореализованных потребностей. К удовольствию зрителя это драмеди, комедий здесь точно больше. Играет Юпер с нескрываемым удовольствием, особенно когда строит в кадре великовозрастных балбесов с пистолетами, оживающихся на неблагополучных окраинах. Фильм «Крестная мама» снят режиссером Жаном Полем Саламе в лучших традициях французской кинематографии. Новая картина кинохудожника посвящена маленькому человеку с большими мечтами. В этом кино ничто не способно потревожить героя в попытке дотянуться до своей мечты. Ни бури, ни грозы, ни шквалистый ветер, ни противозаконная деятельность. Вот все говорят, мол, русские женщины коня на скаку остановят, в горящую избу войдут. А француженке что, хуже получается? Не сказала бы. Судя по всему, смелости им точно не занимать. Вы заметили, что сегодня у нас получается вполне себе международный выпуск? Америка, Франция. Третья картина в списке программы кино на выходных «From Russia with Love». Маша 33. Как и все девочки, она мечтает покорять музыкальную сцену. Правда, пока получается только подпевать настоящей поп-звезде. На одной из репетиций бэк-вокалистке дают понять, что для своей роли она уже старовата, да и удовлетворять интересы главной исполнительницы перестала. Незимметрично, некрасиво. Как истинная женщина, Маша пускается во все тяжкие, решается на улучшение внешности. Первая в списке процедур тюнинга – увеличение груди. Что случилось-то? Гравитацию никто не отменял. Коллекторы приходили. Откупиться надо? 500 тысяч. Срочно нужны деньги. Героям придется не только посмотреть на красоты Эльбруса, но и опробовать на себе лечебные процедуры местного санатория. Сульфатный холодный с тюканом смешивать не все. Да я не такой смешиваю. Любовь без размера – кино точно не злободневное. Складывается ощущение, что режиссеры немного опоздали с экранизацией. Лет так нацать. Ну... Ты, глядя на нее, хочешь меня или не хочешь? А? Поняла. Спасибо. Но в целом картина довольно легко смотрится. Фильм полон простых шуток, ярких картинок и приятной атмосферы отечественного курорта в Ставропольском крае. Ой, вроде бы... Нет, мы в кадре. Ой, задумалась что-то. Вот такая дамская подборка получилась в эту пятницу. Но не будем забывать, что у вас всегда есть выбор, что посмотреть. На этих выходных наш телеканал не хуже любого другого кинотеатра. Мы тоже покажем много интересного. Главный герой одноименной картины – швейцар. Мужчина работает в респектабельном ресторане, где остальные и не догадываются, что он ведет другую, тайную жизнь. В этой жизни он связан с группировкой, которая похищает детей богатых родителей. Но как долго это сможет продолжаться? В заложниках у соучастника преступлений молодая девушка. По закону жанра оба впадают в зависимость друг от друга. Еще одна картина, которая ждет вас в эти выходные – фильм «Кафе». Для жителей модного района Филадельфии – кафе «Вестфили Граундс» – место встреч, которое, как сказали бы русские, изменить нельзя. Именно здесь работает Клэр, которая вместе с кофе и булочками подает гостям рецепты от сердечных ран и бесценные советы. Клэр почти как бармен в клубе. К ней тоже каждый день идут изливать свою душу. А вот личная жизнь самой спасительницы сложная и непонятная. Мы подумали еще и о том, что в эти выходные будут смотреть ваши дети. Специально для них наш телеканал покажет сказку «Джек и бобовый стебель». Небогатая жизнь однажды заставляет Джека продать единственную кормилицу – корову. Точнее, обменять ее на несколько зернышек, якобы волшебных. Расстроенная безрассудством сына мать наказывает парня. Тот, так и не успевший очароваться магией, выбрасывает семена в окно. Но ни мать, ни сын не подозревали, что на утро начнутся самые настоящие чудеса. За ночь зерна проросли, да так, что стали выше облаков. В преддверии уикенда мы постарались подобрать для вас список интересных фильмов для просмотра и в кинотеатре, и дома. Где и что смотреть – дело ваше. А я на этом прощаюсь и желаю вам отличных выходных. Пока-пока!